Ласки это та одежда, которая должна быть и в бежевых, и в белых свитерочков. Такие вот ботинки я недавно дебила. В том, вам расскажу, что находится в светлых, в самых темных. Привет, моя YouTube-семья! Добро пожаловать в третье осеннее видео в этом году. В этом видео я все расскажу и покажу, как я перехожу с весенне-летнего гардероба на осенне-зимний гардероб. Ну а если ты со мной впервые, привет! Меня зовут Элина, и я выставляю новые видео каждую неделю. И прежде чем начать, я только хочу сказать, что я буду безумно признательна, если именно ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк на это видео. Ну а также не забудь нажать на колокольчик, чтобы ты самый первый узнал, когда я закину новое видео. Ну что, не будем больше ждать и приступим? Итак, я не знаю, как для вас и как происходит в вашем доме, но с тех пор, как я живу с мужем, для меня осень всегда ассоциируется с большой генеральной уборкой. И если до рождения малыша я просто могла этому уделить целый день или уикенд, то теперь мне эту генеральную уборку приходится разделить поэтапно. И то я не могу пройти один этап за один день, потому что если вы мама, вы знаете, что вы приспосабливаетесь к малышу, а не он к вам. Итак, в этом году я решила, что я эту генеральную уборку разделю на 4 этапа. Первый этап вы увидите в этом видео, это переход с весенне-летнего гардероба на осенне-зимний гардероб. Потом мы перейдем на комнату Маркуса, потому что там требуется большая трансформация. Потом, я думаю, что мы займемся кухней и потом ванной комнатой. И как вы уже поняли, в этом видео вы увидите то, как я перехожу с весенне-летнего гардероба на осенне-зимний гардероб. Итак, не удивляйтесь, что в этом видео у меня будет меняться одежда, потому что, как я уже говорила, с маленьким малышом уделить весь день чему-то либо это почти нереально. Если вы со мной уже какое-то время, то вы знаете, что смену гардероба я делаю 2 раза в году. Это в конце зимы и конце лета. Но раньше, допустим, я любила держать абсолютно всю одежду в шкафу, но потом со временем я понимала, что в этом нет смысла, потому что с нашим климатом, когда зима, тогда зима и летнее платье ты не оденешь. Именно поэтому я уже года 3 или 4 складываю ненужные вещи из чемоданов. Первое, что я всегда делаю, это я вытаскиваю все вещи из чемоданов, смотрю, что я хочу оставить, что я хочу продать, что я хочу отдать на благотворительность. После того, как я разбираю все эти вещи, они отправляются на мойку. На самом деле это самый длинный процесс, потому что все эти вещи нужно разделить на цвета, потом это все нужно помыть по отдельности, потом это все нужно погладить. И только потом это отправляется либо на продажу, либо в мой шкаф, либо на благотворительность, и либо я что-то выкидываю. Ну нет, то, что я выкидываю, я уже не стираю. Субтитры сделал DimaTorzok Первый круг сделан, это на продажу, это просто отдам на благотворительность, и это я оставлю, но через эту стопу я буду проходиться еще раз, думать, что оставлять, что не оставлять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий этап осенний чистки гардероба, это вот этот вот комод, который находится прямо за мной, но в принципе тут большой порядок, кроме одного ящика, где у меня находится спортивная одежда. Я уже давным-давно хочу разобрать этот ящик, но, как всегда, оставляю это дело на потом. Но сегодня тот день, когда я хочу его разобрать, так что приступаем. В принципе, в этом комоде большой порядок, я потом вам расскажу, что находится в каждом ящике. Привет, Маркус! И в этом ящике находится вся спортивная одежда, от леггинсов до топов до кофточек, и это тот ящик, кому мне всегда, это Маркус на фоне, и в принципе, это тот ящик, кому мне всегда лень уделять внимание. Так что сейчас я вытащу все вещи, посмотрю, что оставить, что отдать, что продать, но если речь идет о спортивной одежде, в принципе, я ничего не продаю, я либо отдаю, либо эта одежда уже в таком состоянии, что я ее просто выкидываю. И, кстати, у меня тут очень много корректирующего белья, потому что после родов у меня были достаточно большие комплексы насчет своего веса, поэтому я купила очень много корректирующего белья. Я разобрала, но тут особого порядка нету, потому что Маркус постоянно что-то разбирает. Тут спортивный инвентарь, который я уберу подальше, это свитера и кофточки, это просто майки, леггинсы, лифчики спортивные, корректирующие белье, которое я на данный момент оставлю пока, и это на вылет. Ну и последний этап смены моего гардероба, это смена обуви, и также я вытаскиваю все куртки, жилетки, кофты, куртки, в общем, все, что я ношу в холодные времена. Субтитры сделал DimaTorzok Я достала все коробки. Я знаю, что они занимают больше места, но таким образом обувь сохраняется лучше, так что сейчас буду все складывать. Первый этап генеральной уборки-смены гардероба удачно. Завершен. Мне это занимало примерно три дня, но я не особо торопилась, я занималась этим, когда Маркус спал, и сейчас я вам хочу быстренько рассказать, какие у меня вещи, что у меня, как хранится. Я думаю, это вам будет интересно. И начнем с моей части шкафа. И вот, как вы видите, у меня тут достаточно педантичный порядок. Я старалась все скоординировать по цвету и по определенному порядку. Как вы видите, тут очень много свитеров. Я любительница вообще свитеров. Тут у меня висят теплые футболки, начиная со светлого цвета к темному. Потом у меня очень много бежевых и белых свитерочков. Я очень люблю такие цветовые гаммы. И когда я вешаю что-то, я стараюсь, чтобы видно было рукава, а то иногда свитерочки теряются. Также идет с белого к темному. Потом у меня тут висят блузки, но блузок очень мало, потому что я на данный момент не работаю и смысла их держать нету. И дальше у меня идут такие зимние платьица. Вот такое вот зимнее платье. Такое розовое. Это уже такое достаточно старое. Вы его видели несколько раз. Также такое джинсовое платье, черное платье. Потом два сарафана, которые я еще не успела одеть. И я оставила пару плать, потому что 100% будут какие-то события. И мне нужно будет что одеть. Потом тут у нас футболки. Я оставила очень мало футбола, потому что я зимой практически вообще не ношу футболки. И тут водолазки, начиная с белого, бежевый, такой оранжевенький и темный, по моему мнению. Водолазки это та одежда, которая должна быть и во всех возможных цветах. И недавно я нашла очень хороший магазин, где водолазки хорошего качества. И тут у меня пару длинных свитерочков. И потом у нас этот ящик. Тут у меня все зимние юбки. Такая кожаная юбка. Такая вот в клетку. Такая. Мне вот очень нравится вот эта юбка, но я ее редко ношу. И черные юбки. И тут у меня джинсы. Самых светлых к самым темным. Я... Мне нравится, что они так разложены, что я вижу, что у меня есть. В принципе, я поменяла вообще то, как я храню свою одежду. Мне нравится, что я вижу абсолютно все, что у меня есть. Переходим к этому комоду. Тут у меня... Тут и тут у меня нижнее белье, но это я показывать не буду. Тут у меня спортивная одежда. Это я складывала сегодня. Тут у меня теплый халат, рождественские пижамы и купальники. Это такой ящик, где смешано все подряд. Тут в основном домашние вещи, домашние свитера. Теплые носочки. И тут также домашние вещи. Это штаны и кофты. Это, в принципе, все, что находится в нашей спальне. Я на данный момент очень довольна, как я все распределила. И сейчас пойдем к курткам и сапогам. Так, открываем. И вот я повесила все куртки. Вот такая вот жилетка. Такая вот жилетка. Это любимая кофта. Куртка Тедди. Эта куртка у меня уже года три точно. Мне она очень нравится. Теплая джинсовка. Такое вот коричневое пальто. Такое вот пальто. Но тут не все, потому что некоторые куртки я отдала в химчистку. И последний этап. Это обувь. Тут кроссовки мои. Это разделение я полностью очистила от вещей, чтобы тут было больше места для обуви. Это также мои кроссовки. Это ботинки мужа. Вот мои ботинки. Такие вот ботинки я недавно приобрела. Они такие достаточно броские. Но у меня есть определенные мысли, как их носить. Потом такие простые черные. И тут все черные длинные сапоги. Вот Армани вы уже видели. И я вам не показала. Также мои каблучки стоят еще тут. Вот такие вот коричневенькие. Пордовые. И длинные. И длинные серые. И тут сзади я оставила пару каблуков. Если вдруг мне куда-то надо будет на какое-нибудь мероприятие. Так что такой вот у меня теперь порядок. Я очень довольна. Сейчас у меня намного меньше вещей. Я от многих вещей избавилась. Но у меня в шкафу те вещи, которые я очень люблю. И которые я знаю, как скомбинировать. И мне хочется одевать. Раньше у меня был полный шкаф. Но я не знала, что одевать. И у меня все время портилось настроение. Потому что я никак не могла понять, что я хочу одеть. Ну а также, если тебе очень интересно, что же я выставила на продажу. То в эту субботу, 19 сентября, моя любимая Лаура участвует в Анделе Мандала. И я ей отдала все вещи, которые я хочу продать. И она будет там участвовать. И если вы не знаете, что такое Анделе Мандала. Это в выставочном центре Кипсала. В Большом Ангаре. Многие девушки будут распродавать свои вещи. И в том числе туда отправится Лаура с сестрой. Так что, если тебе интересно, ты тоже можешь отправиться сюда. Так что, спасибо, что ты посмотрел это видео. Не забудь подписаться и оставить какой-нибудь приятный комментарий. Ну а это все. Увидимся уже совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok